Этот путь по городским улицам Марина Буковец проделывает ежедневно, и он перестал быть тернистым. Есть пандусы, съезды на пешеходный переход. По ее словам, пока такая инфраструктура в спальных районах есть далеко не везде. Однако ситуация меняется в лучшую сторону практически ежедневно, в том числе благодаря конструктивным отношениям общественников и муниципалитетов. Я считаю, что улучшилось. Нас стали слышать, нас стали приглашать. И мы, в общем-то, какие-то мы свои выводы сделали. Может быть, где-то мы были более жесткие, сейчас мы стали мягче. В этом году открылся пляж, который оснащен, по последнему слову, требованием времени для купания тех, кто перемещается на колясках. Мы очень довольны этим, но работы предстоит много, потому что нам предстоит приходить, объяснять, рассказывать. Анапа, включившись в работу по созданию безбарьерной среды, осваивает требования, предъявляемые ею, а также общественниками. И зачастую именно они помогают уточнять конкретные детали. Так в школах появились специальные лифты в городских учреждениях культуры, подъемники. А детский сад «Пчелка» стал известен на всю страну благодаря программе по реабилитации детей с помощью адаптации инвалидов в среде своих сверстников. Надо сказать, что динамика у нас положительная. И я уверена, это происходит благодаря действительно вот той системе работы, которая сложилась в муниципалитете города Куруртанаба. Есть понимание между со всеми структурами. Эта работа, она дает хорошие результаты, потому что с каждым годом количество доступных объектов становится все больше. Ежегодно формируется и проходит согласование минимум с тремя общественными организациями список приоритетных объектов, которые должны быть доступны широкому кругу людей. Если два года назад их было сто, то сейчас речь идет о трехстах и больше учреждений. Так постепенно формируется та самая доступная среда. В Анапе получил постоянную прописку, краевой специализированный форум, гражданская консолидация, своеобразная оценка тому, что уже сделано, а также мотивация на дальнейшую работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!